Сегодня очень короткий скринкаст о том, как пользоваться WireGuard. Не буду вообще рассказывать, что это. Предполагается, что если вы это смотрите, значит, знаете, зачем оно вам. Скажу лишь следом за разработчиками, что это быстрый, современный, защищенный VPN-туннель. Есть подо все, покажу, как установить и пользоваться на винде и андроид. Значит, скачали, установили. Все. WireGuard будет болтаться у вас в трее, отсюда же впоследствии вы его можете запускать. Как пользоваться WireGuard? Импортируете сюда файл конфигурации. Вам его кто-то должен прислать. Но, опять же, если вы здесь, значит, вам его прислали, и вы как раз пытаетесь понять, куда его пихать. Пихать его вот сюда. Все. Нажимаете подключить, VPN включен. Нажимаете отключить, VPN выключен. Собственно, главный плюс WireGuard с позиции пользователя в том, что туннелей у вас может быть несколько. Несколько VPN и все они собраны в одном месте. Вот мой бригадирский аккаунт из VPN Gen. Собственно, я делаю этот скринкаст. После дам скринкаста по VPN Gen, ссылка в описании. Вот мы подключили один VPN, отключили. Подключили другой, отключили. Ну то есть по ситуации подключаете то один VPN, то другой. Ну и дальше добавляете еще и еще, а ненужный, соответственно, удаляете. Может такое быть, что файл конфигурации вы потеряли, но в самом WireGuard туннель остался. Можно нажать редактировать, скопировать все вот это, вставить в блокноты и сохранить с расширением conf. А можно все файлы конфигурации WireGuard сохранить единым zip-архивом. Но если вы будете хранить файлы конфигурации в одном месте, я, например, храню на облаке, у вас такой проблемы не возникнет. И как-то еще нужно называть понятно, чтобы потом не запутаться, что это за VPN и кто вам его дал. Файл конфигурации можно называть как угодно, но не допускайте пробелы в названии. Заменяйте нижним подчеркиванием, например. Название файла ни на что не влияет. Это исключительно, чтобы вы понимали, что про что. Покажу, как установить WireGuard на мобильный. Также очень быстро. Есть в Google Play приложение легкое. Скачали, установили. Вот такой интерфейс. Я вообще люблю WireGuard за его минимализм. Нажимаете на плюс. Импорт из файла. Находите файл конфигурации, заранее сохраненный на телефон. Все. Подключили VPN. При первом подключении надо согласиться. А работаете. Значок VPN в трее. Поработали, отключили VPN. Ну и ладно. Уж все-таки покажу, где берут файлы конфигурации на примере VPN Gen. Значит, нам нужен бригадирский туннель для доступа в личный кабинет. Идем на VPN Works и говорим добавить пользователя. И что же нам предлагают скачать в качестве данных? Файл конфигурации, который вы отправляете вашим друзьям, знакомым и родственникам. Они вставляют его в WireGuard и получают бесплатный VPN. Ну в общем, какой сервис такой скринкаст? Сервис очень простой и понятный, и скринкаст такой же. Но при этом сервис очень полезный и удобный, и скринкаст такой же. Так что, когда соберетесь отправить кому-то файл конфигурации, отправляйте сразу вместе со скринкастом. Вова Ломов, WireGuard, в поиск YouTube. Ну и любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok